Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и сегодня у нас для вас новая игра. Давно мы с вами не занимались творчеством и сегодня как раз настал тот момент, когда мы приготовили классную творческую игру, для которой нам понадобится вот такие вот осенние листики. Пока их в достаточном количестве имеется на улице. И соответственно бумага белая, возможно понадобится цветная, но это на ваше желание не обязательно. Я покажу и тот и другой вариант. Ножницы, клей, ну и маркер для того, чтобы наносить изображение на бумагу. Итак, что же мы сегодня с вами будем творить? Нам понадобится вот такой вот лист, как я уже сказала. Мы верхнюю часть этого листа с вами сразу убираем вот так вот ровненько. И эту часть мы убираем, она нам не понадобится. А вот эту часть аккуратно раскладываем на листок. Это наше основание. Основание служит для того, чтобы мы из него сделали нечто. А это нечто вы увидите в конце. Пусть это будет сюрприз. Также нам нужны разного плана глазки. Они могут быть круглые, вот в моем случае они круглые с сердечками, да. Они могут быть вот такие вот немножко недобрые. Такие глазки, да. Просто вот такие вот удивленные тоже круглые глазки. Разные-разные, квадратные, разных форм. Вот, возможно, даже вот такие вот глаза я сделала, чтобы получались забавные наши персонажи. Вот. И нам понадобятся ушки. Как раз для ушек может понадобиться цветная бумага. Но я вот сделала вот такие ушки. Тоже маркером просто нанесла изображение, вырезала квадратики. Можно из черной бумаги сделать такие же, ничего не изменится. И вот я сделала оранжевые ушки из цветной такой бумаги, которая даже, она как флис. Вот такие носы одинаковые и вот такие треугольные ушки. А глазки вы делаете разные. Как раз глазки у нас будут придавать такую индивидуальность. Вот. А ушки и носики у нас одинаковые. Что же мы будем делать? Вот. У нас получится персонаж. Этот персонаж волчонок. Мы ему вырезаем ушки. Ушки у всех одинаковые. Сейчас я вырежу ушки. Потом вырежу носик. Ушки мы кладем наверхушку. Так, вот так. Вырезаем носик. Носик у нас такой вытянутый, овальный. Вы, конечно, можете делать любого размера и любого цвета, в принципе, какой вам понадобится. Это же творчество, да? Мы с вами договаривались, что творчество у нас никто не может ограничивать. Даже я. Поэтому, все, что вам угодно, главное, чтобы присутствовали эти части, а какие они будут, вы решайте сами. Я покажу свой вариант, а вы можете выбрать свой, тот, который вам больше нравится. Приклеиваем ушки наверх листа. На ту часть, которую мы с вами срезали и оставили ровной. А носик мы с вами приклеим на кончик этого листика, противоположный. Вот сюда. Сейчас мы его подцепим. И вот тут у нас будет нос. Соответственно, вот это наша мордочка. Сейчас мы с вами выберем глаза. Давайте самые влюбленные в осень сделаем глаза. И еще один такой же. Вот такой вот влюбленный волчонок у нас получился. Как можно использовать эту игру? Еще используй. Мы можем еще с вами изучать какие-то вещи. Например, эмоции. С помощью мордочек мы можем изображать что? Эмоции. И, соответственно, еще повторить и изучить эту тему. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно придать как раз вот глазам, да, какую-то эмоцию. Волчонок злится. Какие у него будут глаза? Вы заранее это продумываете. Рисуйте такие глаза. Добавляйте их в набор. Вот этот, который перед ребенком лежит. И говорите, давай сделаем с тобой злого волчонка. И вот он должен выбрать злые глазки, приклеить волчонку. И он у нас получится злой. Вот в нашем случае получился влюбленный волчонок, да. Потому что у него глаз как сердечки. Можно сделать удивленного, можно сделать испуганного волчонка, да. Мы таким образом с вами будем изучать эмоции. И еще один вариант, который лично мне очень понравился. И понравился настолько, когда я готовилась к этому занятию, что мы с ребенком изобразили его дома, сделали. И я уже прям принесла просто готовый вариант, который могу предложить и вам. Это вариант сделать из таких осенних листиков изображение своей семьи. То есть мы с вами идем с ребенком на прогулку. Уже вместе проводим время. Выбираем листики, которые нам понадобятся. Изначально папа у нас всегда побольше, мама чуть поменьше. И сколько у вас зависит из того, какое количество детей в семье, да. Вы выбираете тоже листики. Вот у нас есть брат постарше, брат помладше, мама и папа. И вот такую вот готовую поделку вы можете даже на память сделать себе в рамочку повесить. Подписать какие-то пожелания, возможно. И это будет такая хорошая, добрая память о вашем совместном времяпровождении. Вы убьете в этом случае нескольких зайцев. То есть вы проведете с ребенком время. Вы разовьете в ребенке нужные качества творческие, да. И при этом у вас останется на память вот такое вот чудесное панно. А на этом у меня сегодня все. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставляйте комментарии, мы всегда их очень ждем. Возможно, вы захотите поделиться с нами результатами своего творчества. Мы будем очень рады. А на этом у меня все. Пока-пока.